Карлик 1997 года Отдельные эпизоды Отдельные эпизоды Отдельные эпизоды Это место невежества Или глупости Тупости Осликов называют Тупыми, глупыми И это место, которое захватили ослики Это обитель осликов Это была обитель осликов Шрила Гурадев подсказывает Во времена Господа Кришны Когда он играл в этом в радже И это место, оно осталось до сих пор И Шрила Нарайна Гасвами Махараджа Он объясняет Это И Шрила Нарайна Гасвами Махараджа Присутствовал здесь Ослы и сейчас здесь присутствуют В наши дни Они не ушли никуда Они не убежали Потому что Потому что Духовные Игры Они всегда существуют Трансцендентные игры Всегда существуют Они играют в этом мире Мы думаем Что Ослы оставили это место Но это неправильно Так думать Ослы Мы, как мы слышали Игру из уст Шрила Нарайна Гасвами Махараджа Моего Нарайна Гасвами Махараджа Я, вернее, я эту игру Оставляю для него Пускай он ее расскажет Я только немножечко вам Кое-что скажу Были слуги У Камсы Камса Он У него были Охранники в этом лесу Они охраняли его сад Сад Таловых деревьев Деревьев Тал Они очень сладостные Их вкусно пахнут И Камса обычно ел Эти плоды Тала Но Кришна и Баладев И его друзья пришли сюда Привлеченные запахом Этих плодов Этих плодов Они вошли сюда В этот лес И Баладев праву Пошел К дереву И начал трясти дерево И звук падающих плодов Привлек этого осла Ослов демонов Дхену Касуру Дхену Касуру прибежал И попытался легнуть их Своими ногами задними Это признак Признак невежества Они С задом Всегда нападают Баладев праву Убил Дхену Касуру И Умирая Эти все Демоны-ослы Его друзья Дхену Касуру Они Все испачкали Своими испорожнениями И кровью Шилы Наранго С вами Махараджа Продолжит дальше Все мальчики-пастушки Сказали Кришне Баладе Мы очень Хотим кушать И И запах такой Из этого леса Деревь Тала Но там Дхену Касура И он охраняет Эти деревья Никто не может Из Враджаваси Зайти туда Эти фрукты Они выращивают Для Камсы И для Для его спутников Никто не мог Зайти в этот лес Эти деревья Они храняли Для Камсы Кришна пришел Здесь Баладе Прабу убил Дхену Касуру Кто такой Дхену Касура Кто такой Дхену Касура Те кто следует Камсе Это Дхену Касуры Те кто Не Не выполняет Служение Гуру Деву Те кто не получил Дикша мантры И не следует Указаниям Гуру Дева Или Не служит Бхагавану Это все Последователи Дхену Касуры Или Дхену Касура Но те кто получили Инициацию И Они Приняли обет Служить Гуру Деву Но Оставили Гуру Дева И делают Сватантра Бхаган Независимый Бхаган Они Дхену Касуры И Баладев Прабу Берет их И убивает Что значит Убивает Он забирает Ихват Дхену Касур У него Есть особое Качество Дхенука Значит Это Пепел А у Осликов Есть признак Они Качество Они очень Полны возделения Очень Полны возделения Они все время Ищут себе Ослицу И они Пытаются Наслаждаться Отношениями С С Ней Но Она все время Их пинает Задними ногами И они все время Пробуют Кровь Со своих Кровь Со своих Разбитых Губ Они Все Ослики Те Кто Не принимает Пребежище У Гуру Они Все Ослики Те Кто Не Делают Баджан А Только Наслаждаются Исполняя Свои Материальные Желания Они Все Ослы И они Помощники Камсы Махараджа Спутники Камсы Махараджа Мы не должны Быть такими Мы Не Последователи Камсы Мы Следуем Баладеве Кришне Поэтому Мы Совершаем Баджан Второе У Ослов Ослы Ослы Они могут Носить Тяжести Сладости На своей Спине Масло Сахар Но Сами Они Это Не Едят Они Носят Это Для Кого-то Другого Также Еще Одно Ослы Ослы Они Толстеют Летом В засуху И Худеют В сезон Дожде Когда Травы Полно Почему Потому Что В жару Летом Они Ищут Ищут Эту Траву У Не Травы Но Они Видят О Я Столько Километров Прошел И Они Думают Значит Я Много Травы Съел И Толсте От Одных Этих Мыслей Но В Сезон Дождей Когда Повсюду Трава Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Тогда Вену Куб исполнит ваши желания. Но если у вас какие-то мирские желания есть, даже одно, то этого не произойдет. Это был глубокий лес, дремучий лес во времена Игорь Кришны. Никто сюда не приходил. Он расположен на берегу Емуны. Емуна здесь течет очень близко. Чайтанье, Махапрабху Нитянанда, Адвейта, Ачария и все гуру из нашей Парампыри приходили также сюда. Это очень сокровенное место. Особенно это место. Кришна здесь, в этом месте, забирался наверх этого вамшивата, дерева, в три утра. И он собирал, созывал всех коров. Я не понял, в три утра или в три дня. И он считал их на своей мали. У него было лакхи и лакхи коров. У Нанды Бабы было девять лаков, а у Вришабану Бабы или у Шридама одиннадцать лаков. А еще другие же, Шридам, Субал, Дам, Мадхумангал. У них у всех помного были лакхи только мальчиков. Что уж говорить о коровах. И обычно Кришна залезал на это дерево, на вамшиват, и звал коров. Шямали, Дхори, Пишанге, Кадамбари, Емуне, Калинди. Калинди, где ты? И все коровы приходили к нему. Бежали к Кришне. И они думали, я первая побегу к Кришне, увижу его первая. Он коров собирал повсюду. Так. И если Кришна видел, о, еще вот эта корова не пришла. Может, что-то случилось с ней, какая-то проблема. Может быть, она покалечилась или больна. И он опять залезал на дерево. И играл на флейте. Имя этой коровы. Особой коровы. Одной коровы, которая не пришла. Кришна помнил всех коров. Падмаганда, где ты? И, слыша сладкий звук флейты Кришны, корова бежала. И как бы говорил, я здесь, я здесь. Или мычала. Это днем-днем было. В три дня. А ночью? В Амшиват, во Вриндаване, допустим. По всему в Раджу очень много Вамшиватов. Но особенно вот эти два. Это еще какое-то. Во Вриндаване одно. Рядом с Чиргатом. И с Гопешваром Махадеевым. И здесь. Это два особые. В Амшиватов много, но это два особые. Санкет Стали тоже много во Врадже. И в Амшиватов тоже во Вриндаване. Здесь. Санкет. Иногда Он приходил сюда вечером, когда Луна всходила с красноватым оттенком в большой форме. И видя это, Кришна сзывал всех Гопи. Рады, рады, лалиты. Поэтому это называется Вамшиват. Мы очень удачливы, что оказались здесь, в этом месте. А иначе, если бы вы одни сюда пришли... Один сюда, никто без Ваишнавов не может прийти. Не нашли бы вы этого места. Поэтому мы очень удачливы, что мы с Ваишнавовым пришли сюда. Во Вриндаване еще сейчас вырубают все деревья и кунжи. Сейчас вы можете только намек увидеть на оставшиеся деревья. Я привез вас сюда, в эти джунгли. Здесь много колючек. Я видел, что многие преданные вытаскивают колючки из своих стоп. Но вы должны знать, что когда Кришна пас коров... Во времена Кришны не было здесь колючек, потому что сама Лакшми, она подметает здесь дорожки для него и для гопи. Сама Лакшми, она украшает все эти места цветами красивыми и травой, чтобы не было колючек, не было диких животных, только оленей и павлины. Мирные животные. И Кришна, Он обычно играет с ними. Все приходят к Кришне. Все эти животные приходят к Кришне. Даже олени обычно приходят увидеть Кришну. И они предлагают поклоны Ему, пранамы. Что уговорить о гопи? Это место очень скрытое, сокровенное, святое. Если по беспричине милости не Кришны и Баладевы, если по беспричине милости их преданных, Баву Кайрасика Вайшнаву, мы можем понять это и обрести это место. Мы молимся о милости этой земле святой, пыли с этой земли. И мы молимся Шридама Сакхи, он здесь находится. Вы знаете, кто такой Шридам? Кто такой Шридам? Это брат Радхики. Он здесь. Он здесь находится рядом. Когда Кришна ушел, он ждал здесь его долго. Кришна поехал во Бриндаван, ой, в Мадхуру из Враджа, и он пообещал, я вернусь завтра или послезавтра, когда он уезжал из Вриндавана в Мадхуру. И он ждал здесь Шридам, здесь до сих пор. Ждал его долгое время, когда же Кришна вернется. И они снова пойдут в Гакулу и Вриндаван. Но Кришна не вернулся. И Шридам ждал здесь. Пять тысяч лет он ждал здесь, в этом месте. И ничего не кушал. Ждал здесь. Когда Чайтани Махапару пришел сюда. Сюда же приходил Шри Чайтани Махаправу. В это место он увидел, что Шридам стоит и ждет здесь Кришну, ничего не принимая. Сколько лет? Пять тысяч лет. Сокрушается и плачет. И чувствует разлуку. Он увидел. И Чайтани Махаправу увидел. О, кто это? О! А Шридам увидел Чайтани Махаправу. Это кто такой? Это Кришна. Он пришел ко мне. И Чайтани Махаправу превратился в Кришну. И они обнули друг друга. Друг друга. И плакали. И потом Чайтани Махаправу. Был удовлетворен. И сказал, пойдем со мной. И он взял его, и они пошли в Новодипу или куда-то там, в другое место. Поэтому это место очень святое. Молитесь, молитесь этому месту. И возьмите эту пыль себе на голову и вообще на все тело. И молитесь, пожалуйста, будь милостиво ко мне. Пролей на меня капельку своей милости, чтобы мы обрели маленькую жажду хотя бы увидеть это все. Все эти игры. И пускай не телила Рады Кришны проявится по вашей милости в нашем сердце. Продолжение следует... 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 в этом месте есть храм два храма здесь внутри города горы дауджи в матхаване черный дауджи балла дауджи а здесь горы дауджи здесь все покупают горшки глиняные горшки 5000 лет назад здесь продавали горшки кришна ходил сюда пасти коров со своими друзьями и балладеем праву отсюда мы пойдем на манса ровар который появился из слез шримати радхарани где шримати радхарани проявляла ман и мы пройдем через мангали дангали кунжа гали сева гали радхика прошла через все это и пришла на место манса роварит пулакала там в разлуке с кришной она была одна и никто ее не успокаивал но кришна так или иначе нашел ее и тоже один пришел и упал к ее лотосным стопом и стал говорить ей прости меня прости пожалуйста меня и мы сейчас пойдем туда в то место на манса ровар вы устали наверное так и колючек понахватали свои стопы кришна так устроил кришна устроил что вам сейчас здесь или в следующем месте раздадут завтрак или в этом месте не понял пожалуйста примите завтрак и потом мы пойдем дальше зачем они со суда приезжали покупать горшки если они жили где-то далеко там кто-то спросил а шрил гурдов объясняет что они не всегда жили далеко они иногда здесь рядышком где-то жили поэтому приходили сюда иногда здесь иногда там иногда далеко когда далеко отсюда они в другом месте покупали горшки а так они сюда приезжали если здесь близко были гоку потому что гокула это не где-то в одном месте гокула то туда куда приезжал кришна с отцом с матерью с гопи с коровыми телятами и они останавливались там на они переезжали на своих тележках это место называлось гоку у них там лаки и лаки коров были и там где они останавливались это место останавливаясь это место называлось гоку иногда в нандагаоне гокул иногда гокул махаван иногда гокул кейлан ван иногда какой кейлан ван иногда в ринда ван чатикара ровел все это места гакул если они приезжали туда это называлось гаку и если они были здесь близко они приезжали сюда за горшками поэтому это тоже гакул это место а а а а и а а а а а Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Здесь во времена Кришны Жил один Ассур-демон, Лоха Кришна сюда приходил с Баладеом и с лакхами мальчиков, пастушков и коров Это место было очень прекрасным На берегу Ямуны Ямуна здесь рядышком текла, очень рядом Рядышком И лодки здесь были, чтобы переехать Ямуну и направляться во Вриндаван Из Гакулы во Вриндаван это был единственный путь Здесь на Ямуне в то время цвели Цветы лотоса И все время сжужжали шмели и пчелы над ними И олени повсюду ходили Прекрасные павлины В прошлом году мы приходили сюда и здесь много павлинов танцевало И павлиних И кукушек все время пели Во времена Кришны Здесь жил огромный демон Лоха Джанга Сур Его Джанги Его бедра, что ли По благословению Брамы Они были сделаны железными Чтобы никто его не мог победить Я не понял, только бедра или Он совершал аскезы Поклоняясь Браме И получил благословение Чтобы его Его бедра были Крепче, чем железо И это причина, по которой Никакие полубоги и никто Не могли Сразаться с ним Очень сложно было Попасть сюда, в этот лес Из-за этого демона Но Кришна пришел сюда с Баладевом И с мальчиками-пастушками И с телятами И убил этого демона Очень просто И тот получил освобождение Потому что он был демоном Но так или иначе Он не растворился в Брамане Но он отправился Выполнять Севу Нарани, что ли С Сарупью, что ли Иногда После этого Спустя какое-то время Когда Кришна вернулся Из Гакулы Тысячи коров Шьямали и Даули Как Ганга и Емуна Шли впереди Кришны Много телят Прыгали Тысячи и тысячи Баловых Тележек Из Гакулы Шло Вся Гакула Переезжала во Вриндаун Через это место Потому что Ну Я не понял Демоны там были Бутана приходила туда Где они были Тринаварта Шакатасура И после этого Все в Раджавасе Под руководством Упананды Они Решили не оставаться там Они оставили это место И отправились во Вриндау 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 Очень хорошее Красивое место И Кришна Ехал во Вриндау Он также с мамой Мама Мама говорил И он увидел И он увидел Дерево Какое-то С бородой Что это такое? О, это дерево Банян С корнями С корнями растущими Что это такое? Это Банян А кто поет? Что за птичка? Кукушки поют Мама И павлины Танцуют Кто это? Это павлины Мама говорила А почему деревья Пипалы трясутся? Почему вот так трясутся они? Кришна спрашивал Мама Что это такое? О, это дерево Пипал Кришна еще ничего не знала Спрашивал Мама Он знает весь мир Но он играет сейчас роль того Что ничего не знает Под влиянием йога-майи И здесь Они проезжали все Во Вриндаван Сейчас когда Кришна стал кишором И гопи Тоже стали кишори Когда они Приходили на берег Ямуны И сюда И начинали играть В разные игры Иногда Говорится В Бхакти Ратнакара Гранхи Говорится Кришна Обычно И иногда он Играл роль Лодочника И он говорил Сейчас вечер И моя лодка Она Очень Неустойчивая Старая Если вы хотите поехать Поехали Но я Не уверен Что я смогу вас перевести На ту сторону И здесь Разворачивалась Это Нока Велас Лила Нока Велас Лила Лила Лодок Только Физическая сила Не поможет вам В сознании Кришны Только если вы Примете Прибежище Настоящего Вайшнава И будете Молиться О милости Кришны Тогда Вы сможете Продвигаться Особенно Получить Враджа Бхакти Очень сложно Это зависит От крипа От милости Поэтому Сила Ума И тела Она Не поможет Вы ничего Не сможете Сделать С помощью Этого Только если Вы отдадите Сердце Гуру И Кришне Если вы Примете Прибежище Кришне Кришны Или Его Спутников Тогда Они могут Расплавить Наше Сердце А в противном Случае Ваше Сердце Оно Тверже Чем Железо Или Камень Или Молния Поэтому Нужно Предаваться Кришне Давайте Предложим Этому Месту Пранамы Поклоны Совершим Ачиман И отправимся В Раву Здесь Мы Примем Ачиман Брызнем Эту Священную Воду Этого Прудика Себе На голову Мы Отправимся В Раву Где Шримати Ратика Приняла Рождение На берегу Емоны В Ришабану Махарадж Дворец Пришабана Махараджа Был Здесь Где-то Недалеко Он Однажды Пришел Принимать Омовение В Емуну И он Увидел Что Было Здесь Много Было Рощ Лотосов И он Увидел Маленького Ребенка Который Родился Только Сегодня И он Играл На цветке Лотоса На большом Цветке Лотоса На Тысячелепестковом Лотосе И Эта Красивая Девочка Ребенок Играла На этом Лотосе Играл Играл на свои руки пришел во дворец и отдал девочку на руки киртики или киртиды отдал своей супруге она также была рада увидеть эту девочку у них был шри дам сын у них не было дочки есть еще такая красивая дочка они были рады маленькая девочка это было шримати ратхика и это место сиримати ратхики она здесь родилась но так или иначе в других писаниях говорится что она родилась из чрева киртики киртиды и некоторые калпы она рождается здесь на лотосе на имуне не от папы и от мамы а иногда она она рождается из чрева киртид киртики сейчас мы отправимся мы отправимся во дворец где шримати киркита деви обычно растила шримати ратхику пойдемте туда еще до инанда баба у них огромное место здесь большое место посмотрите мы мы здесь по ступенькам забрались да наверх здесь был вход у них когда кришна и другие дети начали толкать ступу каменную она застряла между двух деревьев и немедленно эти два дерева они упали срубленные под корень или или с корнями упали это место где появились два полу бога из этих деревьев и они сделали четыре парикрама вокруг кришны и начали молить возносить ему молитвы мы где бы мы не родились они сказали мы ради тем бы мы не родились животными или растениями людьми мы хотим только одного мы молим тебя только об одном чтобы мы всегда помнили о тебе твои игры и все время мы хотим прославлять тебя особенно твою эту балалилу детскую лилу игру и пусть мы будем служить всеми нашими чувствами тебе вечно и услышав эти молитвы кришна был рад рад доволен он еще продолжал быть связанным веревкой мамы ищоды к этой ступе несмотря на то что он был связанным он освободил освободил на лоб на лакувару и манегриву проклятие народы таким образом было осуществлено он также может освободить нас от бесконечной цепи круговорот рождение смертей от от боли рождение смерти не только это кришна может стать нашим другом и послать нас на галоку в риндауна как это было сделано с на лакуву налог кувары и манегрива они стали снегдаканта и марку канты очень прекрасными и сладостный голос у них был и они в собрании нанда бабы они прославляют игры кришны а вечером они поют и прославляют рада и кришну обоих и так и там только гопи и они прославляют всей игры кришны ведь ведь вечером их слушают только гопи я так понял поэтому счет друзей мальчики пастушки не приходят в это время ему задали вопросы не дал шрилу городов ответ я хочу видеть твое лицо лицо когда тебя связала мама ешода но я не хочу чтобы это все время был а с оставался в таком положении связанным мы все молимся чтобы рада дама дарь или кришна дама дар они пролили на нас свою беспричинную милость мы хотим отправиться во врач но не только это мы хотим служить шримаки ратики поэтому вы должны быть пускай ратика будет довольна и прольет на нас капельки своей милости сейчас мы должны пойти обратно наши места возвращайтесь в автобус и мы отправимся на браманда гад если хотите можете принять омовение но сейчас холодно если вы омоетесь вы заболеете и будете много дней простужен поэтому просто побрызгайте на себя как воды и дальше мы отправимся в дауджи очень недалеко отсюда и оттуда отправимся куда-то где мы прервем и кадышный пост вместе где живет мама ешода наверно и 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 получите даршин баджан кутира санатана госвами и горните ананда прабу здесь и здесь еще чаклешвар махадев получите даршин санатана госвами он был другом сан чаклешвара махадева санатана госвами это и все я вам обещал объясню позже а а а а а а и и и и и Субтитры делал DimaTorzok 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 санат на гос вами он лаванга манджари поэтому шанганджи шанганджи хотел получить общество санат на гос вами ему он испытывал привязок с крупе гос вами и лаванга гос вами он общался с санат на гос вами потому что он лаванга манджари а сам шанганджи среди всех ваишна он пришел сюда и здесь было много комаров в то время и санат на гос вами сказал сказал взял свою данду и горшочек и ланготи каупину ланготи знаете что такое ланготи каупина больше у него ничего не было кроме этого его единственным богатством было кришна према он был аж не шкинчана кинчана ваишна он взял свою ланготи и направился чтобы уйти отсюда он предложил поклон этому месту и собрался уходить а шанганджи рассказал и куда ты уходишь здесь столько много комаров они всю ночь меня кусают пожаловался с санат на гос вами я не могу спать ни на мгновение и я вынужден повторять хари кришна я повторю хари кришна и вынужденных убивать мне плохо а шанганджи сказал я я сделаю чудо и он сказал здесь больше не будет комаров никогда и все комары исчезли улетели и это место очень здоровая поэтому вы знаете я не понял кто делал парикрам и санат на что ли и у него шила было это в джайпуре в рады дамадаре в храме если вы сделаете шила с гавардана если вы сделаете парикрам у этой этой лили тогда ой это этой шили это все равно что вы говорите санат на гос вами здесь жил мы предлагаем про нам и одна очень сладостная игра произошла здесь это место называется таранга под там где лодки были и гопи они переезжали реку манаси гангу переезжали это манаси ганга она появилась из сердца или ума кришны он и он перевозил их через эту реку через эту гангу это таранга гад или паранга гад гопи переезжали здесь манаси гангу манаси ганга была огромной рекой не как сейчас озеро только осталось она была что ли 200 300 километров и она приплыла просто ганга кришна позвал гангу и она пришла немедленно сильным течением и все в раджавасе приняли омовение в этой ганге и здесь была лодочная станция чтобы переезжать эту гангу и называлась паранга гад паранга значит там где можно переехать реку паранга гад и все годы утром и вечером они переезжали эту реку манаси гангу а и кришна он играл роль лодочника и много разных игр произошло здесь однажды гопи хотели переехать год реку у них были большие горски с молоком йогуртом они пришли загрузились на лодку кришны а кришна была не очень а лодка была не очень хорошая лодочник был черный и он сказал наша лодка тонет выбросьте свои горшки за борт иначе мы утонем в сбросить свою одежду все ваши украшения и гопи были разгневаны на кришна они хотели его за ухо оттаскать но но вода стала затапливать лодку и кришна сказал что делать моя лодка старая и столько дырок много я ничего не могу с этим поделать и он еще начал шатать лодку и тогда шримати радхика она прыгнула в объятия кришны а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... Продолжение следует...